Вы смотрите самые интересные новости Роскосмос. 12 марта 2016 года запланирован запуск космического аппарата Ресурс-П номер 3. На космодроме Байконур специалисты тщательно подготавливают к узку ракеты носителя Союз-2.1б и провели успешную проверку на герметичность космического аппарата Ресурс-П номер 3. Этот аппарат предназначен для составления и обновления общих географических, тематических и топографических карт. На аэродроме Крайний возобновлено авиасообщение с космодромом и городом Байконур после ремонта взлетно-посадочной полосы. Реконструкция началась в 2013 году и была связана с ростом интенсивности полета. Рана Джураева, исполнитель обязанностей генерального директора в ГУП ЦНК, сказала, «Открытие Крайнего очень важно для космодрома, города и всего региона». 2 марта 2016 года запланирована ростоковка пилотированного корабля «Союз-ТМА-18М» с Международной космической станции Михаил Корниенко и Скотт Келли являются участниками годового полета. Приземление на Землю должно имитировать посадку на Марс. Это означает, что спасателей при этом не будет. Михаил Корниенко и Скотт Келли должны сразу после приземления самостоятельно покинуть вспускаемый аппарат и сделать ряд действий, которые, возможно, будут выполнять члены экспедиции на Марс. Это ряд тестов, например, пройти, сохраняя равновесие, сделать несколько приседаний, прошагать по ступенькам. Но на этом еще не все. Через 2-3 дня после посадки их ждет испытания с перегрузками на центрифуге и более сложные тесты. Вы смотрели самые интересные новости Роскосмос.